И снова привет, дорогой друг канала Техноарена! В этом выпуске я собрал лучшие модели смартфонов с лучшими фронтальными камерами. На первое место становится Honor Magic 6 Pro. Сервис DXOMark на основе многочисленных тестов присвоил фронтальной камере этого смартфона первое место в глобальном рейтинге. Модуль на 50 Мп показал отличные результаты низкого уровня шумов, баланса белого, автофокуса, а также контрастности. Надо отметить, что и основная камера выступила весьма неплохо. Главный модуль с объективом на 180 Мп оснащен оптическим зумом 2.5х плюс цифровым зумом 100х. Оптическая стабилизация тоже есть. Два вспомогательных модуля тоже имеют не самые маленькие матрицы по 50 Мп. По сути, получился один из лучших камерафонов. Возможностей для фото- и видеосъемки и экспериментов с ними здесь масса. В системе также есть куча программных вспомогательных механизмов для улучшения и упрощения работы над шедеврами. Еще одним из важных аспектов удобства и скорости фотосъемки названо эффективное железо в виде Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Вообще, смартфон в целом весьма привлекательен. Большой дисплей размером 6,8 дюйма собран на базе матрицы OLED с применением технологии LTPO. А это, в свою очередь, позволило получить энергоэффективную адаптивную частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Ну и разрешение, конечно, тоже приятное. 1280х2800. Батарею сюда установили емкостью 5600 мАч. Заряжать ее будет быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Оперативной памяти припасено 16 ГБ, встроенный 1 ТБ. У Бовида современные и быстродействующие. Стоит такая конфигурация смартфона около 99 тысяч рублей. Если найдешь подходящую для себя модель, то сразу же беги в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией, плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место становится Apple iPhone 15 Pro Max. В целом, айфоны постоянно занимают ключевые места в рейтинге DXOMark. Этой модели досталось второе место в глобальном рейтинге в номинации «Фронтальная камера». Собственно, тестировщики хвалят примерно то же самое, что и в предыдущей модели. Быстрый автофокус, высокий уровень детализации и оптимальную стабилизацию. Кстати, стоит отметить, что и основная камера тоже удостоилась своих наград, попав в итоге на шестое место в глобальном рейтинге. Она трехмодульная на 48, 12 и 12 Мп. Все вычисления, обработку изображений и их оптимизацию выполняет мощный Apple A17 Pro. Ему помогают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Экран приятный, размером 6,7 дюйма. Поддерживается частота 120 Гц. Батарея, на первый взгляд, не обладает достаточным уровнем емкости и составляет всего 4441 мАч. Но программная и аппаратная оптимизация делают свое дело. Так что потребляет энергию смартфон умеренно. Обойдется он примерно в 109 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал Техноарена, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров из мира техники и электроники. Ну и, конечно, поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место попадает Google Pixel 8 Pro. Его фронтальная камера позволила смартфону занять четвертое место в глобальном рейтинге DxOMark. Матрица составляет всего 10,5 Мп. При этом тестировщики хвалят баланс белого цвета, цветопередачу при съемке в помещении, качественный фокус по лицу и стабилизацию при видеосъемке. Основная камера тоже показала высокие результаты. Она здесь трехмодульная на 50, 48 и 48 Мп. Обладает быстрым автофокусом, качественной детализацией и хорошей стабилизацией. За все процессы обработки изображений и вычислений в целом отвечает процессор собственной разработки Google Tensor G3. Экран разработчики приятные, с разрешением 1344 на 2992. Это матрица типа LTPO OLED размером 6,7 дюйма и адаптивной частотой до 120 Гц. Оперативной памяти должно хватить для всех задач, ее тут 12 ГБ. Для хранения системы, документов, фотографий выделили 1 ТБ. Естественно, оба вида памяти современные и быстродействующие. Управляет всем чистый Android 14. Батарея установлена емкостью 5050 мАч, с быстрой зарядкой на 30 Вт. Обойдется эта модель примерно в 150 тысяч рублей. На четвертое место становится Huawei Mate 50 Pro. Несмотря на то, что это не самый свежий смартфон, победить его камеры до сих пор сложно даже топовым флагманам. А его фронтальная камера так и вовсе делит четвертое место в глобальном рейтинге DXOMark вместе с Google Pixel 8 Pro. Матрица имеет 13 мегапикселей. Отмечается высокая детализация, низкий уровень шумов, натуральность человеческой кожи на снимках, хороший баланс белого и в целом качественная цветопередача. Смартфон сам по себе тоже весьма привлекателен. Основной блок камер трехмодульный на 50, 64 и 13 мегапикселей. Все они готовы к самым разнообразным видам съемки, в том числе и ночной. Куча сопутствующего для этого софта прилагается. Закругленный экран размером 6,74 дюйма может работать на частоте до 120 Гц, защищен от повреждений покрытием Huawei Kundlin Glass. Все вычислительные задачи возложены на плечи процессора Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, и он прекрасно с ними справляется. Батареи установили не самую емкую среди аналогов 4700 мАч, но спасает быстрая зарядка мощностью 66 Вт. В общем, актуальный и перспективный смартфон. Обойдется примерно 83 тысячи рублей. На пятое место попадает Vivo V30. Более-менее доступный вариант с отличной селфи-камерой на 50 мегапикселей. Разработчики внедрили сюда хитрый алгоритм для создания групповых селфи с автофокусом, улавливающим до 30 человек. Угла обзора в 119 градусов должно хватить для захвата в кадр небольшой компании. Помимо этого, есть куча программных рамок, фильтров и эффектов для дополнительного украшения получившихся снимков. Основная камера двухмодульная, оба по 50 мегапикселей. Под блоком камеры есть светодиодный квадратик вспышки Aura для создания четких портретов даже в условиях недостаточной освещенности. Интересно еще, что производитель сумел добиться толщины корпуса всего в 7,5 мм. При полноценной емкости батареи в 5000 мАч. Быстрая зарядка мощностью в 80 Вт способна заполнить ее на 100% примерно за 50 минут. Процессор для своего ценового сегмента неплох – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Экран представляет из себя матрицу AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1280 на 2800. И поддержка и частоты обновления до 120 Гц. Стоит смартфон около 49 тысяч рублей. На шестое место становится Honor 90 – среднебюджетный смартфон с достойной фронтальной камерой на 50 мегапикселей с углом обзора в 100 градусов и возможностью полноценной съемки видео в формате 4К. Основная камера тоже интересная, составлена из трех модулей с большим разбросом в матрицах – 200, 12 и 2 мегапикселя. В общем, простор для самых разнообразных видов съемки в этой модели имеется. Все остальные технические характеристики и их возможности выглядят соответствующими ценовому сегменту. Дисплей большой размером 6,7 дюйма с подходящей матрицей 1200 на 2664. Плавность отображения достигается за счет высокой частоты до 120 Гц. Батарея стандартная на 5000 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition запустит многие игрушки и обеспечит достаточную производительность для повседневных задач в интернете при просмотре видео и мессенджерах. Обойдется смартфон примерно в 34 тысячи рублей. Завершает мой рейтинг Samsung Galaxy A55. Фронтальная камера здесь оснащена матрицей на 32 мегапикселя. Можно сходу делать контрастные снимки с фокусом на главном объекте и размытым фоном. Основная камера трехмодульная 50-12,5 мегапикселей. Адаптирована для съемки в ночное время и в помещении. Оптическая стабилизация для создания качественных видео в формате 4К присутствует. Кроме того, поддерживается HDR. Производительности процессора собственной разработки Exynos 1480 должно хватить для всех текучих задач. Хотя и не все современные игрушки согласятся запускаться на ультраграфике. Емкость батареи составляет стандартные 5000 мАч. Но вот мощности быстрой зарядки маловато. По сравнению с аналогами, всего 25 Вт. Обойдется этот смартфон примерно в 30 тысяч рублей. Если ты нашел подходящую для себя модель, то сразу беги в описании. Там есть все необходимые ссылки и промокод. Подпишись на канал Техноарена и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем выпуске.